Тема урока. Методика решения текстовых задач с экономическим содержанием. Среди текстовых задач на проценты нередко встречаются задачи на финансовые расчеты. Чаще эти задачи связаны с торговлей, банками и бизнесом. Их особенность заключается в том, что первоначальная сумма денег изменяется многократно на различное число процентов. Для решения таких задач существуют так называемые формулы сложных процентов. Одна из них имеет вид а н равно а нулевое умноженное на 1 плюс минус p первое умноженное на 1 плюс минус p второе и так далее умноженное на 1 плюс минус p н. где а нулевое целое, то есть число до его изменения или число, с которым сравнивают а н. p первое, p второе и так далее, p н это доли процентов изменения в н раз. а н часть, то есть число после изменения н раз или число, которое сравнивают с а нулевым. Эта формула чаще применяется в торговле при расчете цен после их многократных снижений и повышений. Поэтому ее еще называют коммерческой формулой. Рассмотрим задачи на применение этой формулы. Задача первая. Предприниматель закупил на оптовой базе костюмы по цене 5000 рублей за штуку. При выставлении товара на продажу он поднял цену на 15%. На распродаже товара предприниматель снизил цену на 20%. А после повышения спроса на эти костюмы он опять поднял цену на 10%. Как изменилась конечная цена товара? Решение. В этой текстовой задаче речь идет о многократном изменении цены костюма на различное число процентов. Значит, для ее решения имеет смысл применить коммерческую формулу. АН равно А0 умноженное на 1 плюс минус П1 умноженное на 1 плюс минус П2 и так далее умноженное на 1 плюс минус ПН. В этой задаче А0 это первоначальная цена костюма до изменения. То есть А0 равно 5000 рублей. Первый раз цена костюма поднялась на 15%. Значит, П1 равно плюс 15% или равно плюс 0,15. Второй раз цена была снижена на 20%. Значит, П2 равно минус 20% или равно минус 0,2. Третий раз цена костюма поднялась на 10%. Значит, П3 равно плюс 10% или равно плюс 0,1. Подставив полученные значения в формулу, имеем А3 равно 5000 умноженное на 1 плюс 0,15. умноженное на 1 минус 0,2 умноженное на 1 плюс 0,1. Все это равно 5000 умноженное на 1,15 умноженное на 0,8 умноженное на 1,1. И это будет равно 5000 умноженное на 1,12 или 5060 рублей. Это мы получили последнюю цену костюма. Теперь надо правильно записать ответ, а для этого необходимо понять смысл главного вопроса задачи – как изменилась конечная цена товара. Чтобы ответить на него, надо указать характер изменения, то есть повысилась или понизилась цена товара и его числовое значение изменения. Для этого потребуется выполнить еще одно дополнительное действие – 5060 минус 5000 равно 60 рублям – изменение цены товара. При этом полезно помнить, что если разность новой и старой цены положительная, то произошло повышение цены, то есть товар наценили. А если эта разность – отрицательная величина, то товар уценили. Ответ. Цена товара повысилась на 60 рублей. Задача 2. Ежемесячный доход семьи складывается из зарплаты отца и матери. Зарплата отца в январе увеличилась на 30%, а затем в марте еще на 10%. Зарплата матери в январе увеличилась на 10%, а в марте еще на 20%, в результате чего семейный доход увеличился на 38%. Вопрос. Сколько процентов от семейного дохода составила после повышения зарплата матери? Решение. Пусть зарплата отца до повышения составляла х рублей, а зарплата матери – у рублей. Используя коммерческую формулу сложных процентов, а n равно а нулевое умноженное на 1 плюс минус p первое, умноженное на 1 плюс минус p второе и так далее, умноженное на 1 плюс минус p n. Выразим новую зарплату отца и зарплату матери. Так как первое повышение зарплаты отца составляло 30%, а второе повышение 10%, то новая зарплата отца равна х умноженное на 1 плюс 0,3 умноженное на 1 плюс 0,1. И все это равно 1,43х рублей. Первое повышение зарплаты матери составляло 10%, а второе повышение – 20%. Значит, новая зарплата матери равна у умноженное на 1 плюс 0,1 умноженное на 1 плюс 0,2. И все это равно 1,32 у рублей. Следовательно, общий бюджет семьи равен 1,43х плюс 1,32у рублей. По условию задачи семейный бюджет увеличился на 38%. Значит, новый доход составляет 1 плюс 0,38 умноженное на х плюс у рублей. И все это равно 1,38 умноженное на х плюс у рублей. Из уравнения 1,43х плюс 1,32у равно 1,38х плюс 1,38у. Выразим одну переменную через другую. Имеем 1,43х минус 1,38х равно 1,38у минус 1,32у. Значит, 0,05х равно 0,06у. Следовательно, х равно 1,2у. Чтобы ответить на главный вопрос задачи, сколько процентов от семейного дохода составила после повышения зарплата матери, определим часть, то есть зарплату матери после повышения. И она равна 1,32у, и она равна 1,32у рублей. Целым будет семейный бюджет после повышения. И он равен 1,38х плюс 1,38у рублей. Чтобы найти долю, надо часть разделить на целое. Значит, доля зарплаты матери от семейного бюджета равна 1,32у, деленное на сумму выражений 1,38х и 1,38у. Подставим вместо х выражение 1,2у. Тогда получаем 1,32у, деленное на сумму выражений 1,38, умноженное на 1,2у и 1,38у. Получаем дробь 1,32у, деленное на 3,36у. Перенесем запятые в числителе и в знаменателе на 3 знака вправо. Тогда имеем дробь 1320у, деленное на 3036у. Сократим дробь на 12у. Получаем 110, деленное на 253. Теперь переведем долю в проценты. Для этого нужно 11 тысяч процентов разделить на 253. И получаем 43,121,253%. Ответ. Доля зарплаты матери от семейного бюджета составляет 43,121,253%. Задача номер 3. В течение года предприятие трижды увеличивало выпуск продукции. Первый раз на 20%, а потом дважды на одно и то же число процентов. Найдите это число, если известно, что в начале года предприятие ежемесячно выпускало полторы тысячи изделий, а в конце года стало выпускать ежемесячно 2178 изделий. По условию выпуск товара менялся в течение года на различное число процентов. Значит, для решения этой текстовой задачи можно применить коммерческую формулу. АН равно А0, умноженное на 1 плюс минус П1, умноженное на 1 плюс минус П2 и так далее, умноженное на 1 плюс минус ПН. В целом в этой задаче является число изделий до изменения. Значит, А0 равно 1500. Частью в задаче является число после изменения. Значит, А3 равно 2178, так как три раза изменилась величина выпуска продукции. Доля первого изменения составляет плюс 20%. Значит, П1 равно плюс 0,2. Доля второго изменений неизвестны, но в задаче сказано, что они равны между собой. Значит, введем переменную х долю второго и третьего изменений. И тогда П1 равно П2 и равно плюс х. Подставив данные задачи в формулу, имеем 2178 равно 2178, умноженное на 1 плюс 0,2, умноженное на 1 плюс х и умноженное на 1 плюс х. Следовательно, 1500, умноженное на 1,2, умноженное на 1 плюс х в квадрате, равно 2178. Значит, 1800, умноженное на 1 плюс х в квадрате, равно 2178. Отсюда следует, что 1 плюс х, все это в квадрате, равно 1,21. Значит, 1 плюс х, равняется 1,1. А отсюда следует, что х равно 0,1 или 10%. Ответ 10%. Задача номер 4. Тарифы для мобильных телефонов зависят от системы оплаты. В 2011 году тарифы оплаты по системам карты и банк были одинаковыми. А в следующие три года последовательно либо увеличивались, либо уменьшались, согласно данных таблицы. Тариф карта в 2012 году был увеличен на 8%, в 2013 году уменьшен на 4% и в 2014 году уменьшен на 3%. А тариф банк в 2012 году был уменьшен на 6%, в 2013 году увеличен на 3%, а в 2014 году увеличен на 4%. Сравните тарифы в 2014 году. Какой тариф стал менее выгоден для пользователей мобильной связи и на сколько. Решение. По условию данной текстовой задачи первоначальное значение двух тарифов изменяется многократно на различное число процентов. Значит, для ее решения надо воспользоваться коммерческой формулой сложных процентов. А н равняется а нулевое умноженное на 1 плюс минус п первое, умноженное на 1 плюс минус п второе и так далее, умноженное на 1 плюс минус п н. Первоначально тарифы обеих систем были равны между собой, значит, из двух систем оплаты менее выгодным для пользователей мобильной связи будет тот тариф, у которого доля после трех изменений больше. Просчитаем доли изменения тарифов для каждой системы оплаты мобильной связи. Для системы карта доля изменения будет составлять 1 плюс 0,08 умноженное на 1 минус 0,04 умноженное на 1 минус 0,03. И все это равно 1,08 умноженное на 1,08 умноженное на 0,96 умноженное на 0,97. Получаем 1,569. Для системы банк доля изменения будет составлять 1 минус 0,06 умноженное на 1 плюс 0,03 умноженное на 1 плюс 0,04. И все это равно 0,94 умноженное на 1,03 умноженное на 1,04 умноженное на 1,04 умноженное на 1,069. Сравнив доли изменений тарифов в системе оплаты карта и банк, несложно сделать вывод, что менее выгодным тарифом для пользователей является система оплаты банк. Мы ответили на первую часть главного вопроса задачи. Чтобы ответить на вторую часть главного вопроса, надо из 1,692,00 вычесть 1,569,00. Получили 0,123,00. Значит, новый тариф системы оплаты банк стал менее выгодным по сравнению с системой оплаты карта на 0,123,00 старого тарифа. Ответ. Менее выгодным стал тариф банк на 0,123,00 старого тарифа. Итак, подведем итоги. Субтитры создавал DimaTorzok